Отец Маза и дедушка Краза это ЯАЗ-200. В 1941 году было принято решение о начале производства первого серийного советского дизеля на ЯАЗе, Ярославском автомобильном заводе для тяжелых грузовиков и гусеничных тягачей. Это сейчас мы его знаем как Ярославский моторный завод ЯМЗ, коим он стал именоваться с 1958 года. А до 1960-х годов здесь производили не только моторы, но и грузовики с троллейбусами. Конструкторская школа ЯАЗа стала альмаматор для моделей будущих Мазов и позже Кразов. В 1947 году началось серийное производство моторов и самого ЯАЗ-200. Дизели решили скопировать с американских рядных четырехцилиндровых дизелей GMC 471. Перспективное семейство тяжелых грузовиков бортового Я-14 7-тонный и самосвала Я-17 5-тонный. Так тогда назывались прототипы ЯАЗ-200 и ЯАЗ-205. Изначально разрабатывались под эти дизели. По мере конструирования автомобиля под американские дизели, сама машина стала обретать черты американских Diamond и Mac. Машина при снаряженной массе в 6500 килограмм могла взять на борт до 7000 килограмм груза. Двигатель, названный у нас ЯАЗ-204А, при рабочем объеме 4,65 литра, развивал 110 лошадиных сил и разгонял автомобиль до 65 километров в час. Двигатель агрегатировался с механической пятиступенчатой КПП. Впервые в СССР с синхронизаторами на четырех высших ступенях. Подвеска и тормоза для того времени были стандартными. Продольные рессоры, пневматическая тормозная система, барабанные тормоза. Впервые появился на отечественных автомобилях тахометров. Всего в Ярославле до передачи производства на будущий гигант грузового производства Минский автозавод было выпущено 1763 экземпляра, в том числе и в виде шасси. Кроме них на ЯАЗе в 1946 году еще успели выпустить два опытных образца ЯАЗ-200А с удлиненной базой и решетчатым кузовом. И в 1950-51 году 54 сидельника ЯАЗ-200В с массой буксируемого прицепа 16,5 тонн. В 1950-м производство всего семейства двухосных грузовиков передали на МАЗ, где их и продолжали выпускать до 1966 года без смены индекса.